всем привет дамы и господа леди и джентльмены в общем то сегодня у меня такая для вас новость сейчас буквально одну минуточку и перейдем к самому процессу к самому сути видео очень ребят смотрите так ребята в общем все буду ставить движок болты должны выглядеть вот так вот это обязательно если они вот у вас вот так вот не будут выглядеть то это будет печально ребята движочек жду цепь грим но пока она идет надо ставить очень ребят вот такая вот новость я поставил мотор вернее я конечно один него не смог поставить просто физически нереально он столько весит блин так ну такой тяжеленький довольно таки тяжеленький моторчик да тем более его надо еще повернуть вот так вот то есть вообще прям вывернуть чтобы вставить верхнюю ось крепления вот что могу еще сказать ребята короче смотрите движок поставленный сейчас я жду цепку грим хвост собраны полностью сейчас мы здесь по мелочам еще остается перенес реле регулятор вот видим да уходит проводка с генератора три провода вот идет три провода в реле регулятор и два провода идут также на реле регулятор они здесь спаяны и вставлены вот такие вот на них шланги такие толстые прям такие вот силиконовые хорошие держат температуру на ура и в чем особенность от генератора крыле регулятору никаких разъем все на спайке все вот это будет паяться здесь уже вот все спаяно все короче на спайке потому что блин вот эти вот все вот соединения разъемчики они от нагрева отходит и начинает вот моросить начинает зарядка там релюшка может сгореть и тому подобные короче вот так вот дальше что у меня реле регулятор находится вот здесь вот здесь вот были такие сеточки но они убраны потому что с ними мне ну не нравится они с ними воздух когда вы едете на скорбь задувает сюда вот попадает и тем самым там такая стоит шторочка и он там саму вот так и все будет рлюха будет остывать выход воздуха выход воздуха идет вот здесь есть вот из такие как бы место такое есть для выхода воздуха все будет идти сюда. То есть, Орлюха будет остывать. Это 100%. Она потеряет в нагреве уже десятки градусов. Греться будет меньше, чем будет греться вот здесь. И, ребята, что еще особенное? То, что движки вот эти, все вот паралончики вот эти, все вот здесь убрано. Вот эти вот все вот, ну, типа снижения шума там, короче, поддержки движка температурного режима, это все, короче, убрано, потому что движок, как показывает практика, движок греется на ура. И еще, ребятки, переходим к самой сути видосика. Суть видео, ребята, такова, как почистить выпускной коллектор или выпускную систему с помощью тросика. Берем тросик, такой вот тросик буксировочный, я не знаю, насколько он тон выдерживает. В общем, вот такой вот. Обматываем здесь проволочкой алюминиевой, чтобы он не расходился, потому что мы будем его вращать вправо и влево. Надо иметь дрель, короче, с реверсом. Ну, сейчас у всех с реверсом. Потом, вот, другая сторона. Здесь тросик маленечко вот разгибаем. И так же проволочкой здесь, ну, прям чуть-чуть надо, вот здесь вот фиксируем, чтобы не расходился. Здесь он нам нужен, как можно бы, чтобы мягче был вот этот вот кончик. Вот так. Потом зажимаемся в дрель. Потом идем вот сюда вот. Вот у нас вот такой коллектор выпускной, ребята. И нам нужно почистить вот эти вот трубы. Вообще вот это вот все. Нам нужно почистить от нагара. И, естественно, вот здесь вот нам нужно тоже все почистить. Почистить нагара нам нужно вот здесь вот все. Уже мушки летают. На улице жара. Сегодня ветрище. Так, ну, еще, ребята. И, конечно, саму баночку я буду тоже делать под себя. Я буду полностью разбирать. И, в общем-то, погнали. Ну, и дальше, ребята, элементарная схема. Смотрим. Зажимаем в дрель как можно вообще хорошенько тросик. Потому что первый раз он обжимается очень хорошо. Прям затягиваем прям конкретно. Далее. Потом вставляем вот этот вот тросик сюда вот. Блин, ну, просто одной рукой, ребята, это все понятно. Не совсем удобно. Вставляем. Сперва загоняем поглубже. Чтобы почувствовать, сколько можно вообще поглубже, ребята, стараемся. Поглубже. Вот. Короче, вставили. Выставляем дрель на небольшие обороты. Но лучше ставить еще глубже, конечно, чем вот у меня сейчас. Ребята, и смотрим дальше. Все, процесс пошел. Все, уже выходит нагар. Ну что, ребят, смотрим, что получилось. Это, короче, с банки. Банку буду я перебирать. И смотрим вот с коллектора. До хера, короче, нагара. Ну как до хера? В принципе, не особо, вот, что там, сколько я видел. Не особо много. Но есть, ребят. Все-таки я решил почистить, особенно вот в этих местах, где вот идет радиатор. Здесь же у нас находится радиатор. Почти прям рядом. Вот здесь вот я хотел прям почистить. Очень хорошо. И сейчас я коллектор помою. Его покрашу термостойкой краской. И буду обматывать, короче, термо... Как она? Термолента, что ли, вот такая идет. Из чего она? Не знаю. Асбестом или что там? Стекловолокно там какое-то. Короче, она не горит. Вот, ребят, отсюда еще сыпется. Ни хера здесь целая дорожка. До хрена нагара, да, в принципе. Сейчас я это еще буду мыть керхером полностью. Задувать сюда пеной. Все будет выходить. Также с глушака будет все выходить. Пеной будут задувать. Специальным, короче, реагентом. Таким мощным. И все буду отмывать так по полной. Вообще. Ну все, ребята, вот такой вот метод. Итак, ребят, вот готовый результат. В общем, коллектор помытый еще керхером. Задутый вообще пеной внутрь. Вот такие вот выходы. Ну тут не видно. В общем, коллектор отмылся. Очень хорошо и очистился. Плюс там много было сажи, нагара. Теперь там все чисто. Вот такие вот соединения. Соединяются очень хорошо. На пружинках. Раз. И соединили. То есть без проблем. Вообще. Нормалек. Сейчас, ребят, как вы уже догадались, я буду заматывать вот такой вот лентой термостойкой, заказанной на Алишке. Потому что просто у нас негде ее купить. А Алишке выручает. Ништяк. Так, ну и что дальше? Обматывать я буду, ребят, только вот эти вот части вниз. Весь я его не буду заматывать. Я замотаю только, наверное, вот досудово. И все. И вот эту, естественно, часть, где идет сиденье. Где идет пластик под сиденьем, чтобы он не грелся. Вот замотаю. А я думаю, 5 метров мне хватит. Ну, если, ребят, не хватит, я там поклею на пластик. Наклею специальный такой, знаете, алюминиевый, толстый алюминиевый скотч термостойкий. Или же просто из алюминия вырежу. Из листового алюминия. И на клепках заклепаю его на пластик. И все будет отлично. Ну, ребят, посмотрим, как пойдет. В общем, баночка. Баночка вот такая вот. Я ее буду перебирать. Я, короче, все оттуда вытряхну. И сделаю так, как мне надо. В общем, вот так вот, ребят, будет. Сделаю так, как мне надо. Звук специальный я подберу такой. Который прям, чтобы и не слишком громко, и не слишком тихо. Такая вот банка. Отмылась, конечно, конкретно. Но, блин, сделаем все по уму. Все будет красиво. Так, ребят, вот маленечко такие вот проблемы уже возникают, да? Одна перчаточка очень ништяк, да? Вот вторая перчаточка, вот смотрите, вообще в хлам. Я удивляюсь. Вот китайцы, когда вы будете делать нормальную резину, это что такое? Я даже вот не смог руку туда просунуть, а уже рвется. Вообще, блин, жесть. Вот, ребят, нормальные перчаточки хорошие, резиновые. Это вот советские качества. Вот прям их берешь, чувствуется, да. То, что теперь мы, ребята, лентой руку не проколем. Ленту вот даже я вот так трогаю, она уже такая колючая, прям вот. Даже вот где кое-где, вот здесь есть вот такие разрывчики. Она колючая, блин, собака. Далее, ребят, наматывать не торопимся. Берем горячую водичку и кидаем всю эту ленту в воду. Оставляем минут на пять где-то. Можно поменьше. В общем, она пропитывается моментально. И становится, вот видите, такая прям, ее мотать уже прям очень легко будет. Такая уже прям эластичная. Обязательно условия, ребят. В общем, вот так вот. И мотаем.